Торжественное открытие Кубка Надежды состоялось 11 апреля. В спортивном зале первой школы собрались 10 волейбольных команд. Это школьники и студенты Десногорского энергетического колледжа. Поздравить ребят с началом соревнований пришли почётные гости, благодаря которым турнир проводится ежегодно. Это директор Атомтранс, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко и руководитель филиала Атомтехэнерго, председатель городского совета депутатов Владимир Блохин, а также представитель предприятия ЭЛС Андрей Смирнов. «И очень приятно, что у нас стала традицией проводить вот такие турниры. Если помним, в том году, в четвёртой школе, для нас все есть услуги. Я понимаю, что вы молодые, здоровенные, но всё же желаю вам, вашим близким, крепкого здоровья, успеха. Но в спорте побеждаем сильнее и особенно кто занимается тренировницей. Успехов!» За помощь в организации турнира всем руководителям предприятий были вручены благодарственные письма от Комитета по образованию. В этом году у Кубка Надежды юбилей. Ему исполнилось 10 лет. Ежегодно этот турнир проходит в преддверии Дня космонавтики. «Благодаря помощи руководителей предприятий города Десногорска. И на этом ребята ждут целый год этот турнир, готовятся к нему». Десногор – спортивный город и такой вид спорта, как волейбол, очень популярен. Его азы ребята постигают ещё в школе. Мария Шуткова этой игрой увлеклась 4 года назад. Сейчас это для неё самый главный вид спорта. «Я получаю огромное удовольствие от этого. Выходишь на поле, забываешь обо всём, думаешь только о игре, о том, там твой соперник, здесь твоя команда, и ты должна не подвести свою команду, не подвести своего тренера. И ты полностью отдаёшься этому волейболу. Спорт помогает спориться со своими эмоциями, которые ты не всегда можешь кому-то рассказать. Вот что-то внутри иногда так всё надоедает или ещё что-то. Ты вот идёшь на поле и всё это выбрасываешь». Игры будут проходить по круговой системе. Финальные поединки состоятся в пятницу и, как положено в спорте, победит сильнейший. Об итогах турнира вы узнаете из нашего следующего новостного выпуска.